МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На скрещении улиц, окруженные женщинами, с винтовками наперевес, стояли два чеха. Один с изобритой, другой с огромными черными усищами. Напряженно улыбаясь, они внимательно оглядывали дома, крыши и лица. Казалось, они свалились сюда, на Дворянскую улицу, из какого-то другого мира. Ура! Чехам! Закричали в толпе несколько чиновников. Качать их! Берись! В селах счастье ткалось. Красным, синим, пестрым. Что с тобою сталось, чешский лев двуххвостый? Как известно, малиновый звон колоколов в честь вступивших в Самару чехов раздался в самом начале июня 1918 года. А 13 июня в городском театре и в театре Олимп состоялось чествование чехословаков. В городском театре была исполнена пьеса «Бедность не порог». Городской голова и командир чехословатского корпуса Чечек произнесли торжественные речи. В антрактах играл оркестр, исполнивший марсельезу и чешский национальный гимн. А на следующий день, 14-го, чехословаков чествовали представители Самарской городской думы. Городской голова произнес торжественное слово. Гласные поднялись и приветствовали корпус аплодисментами. С волнованным голосом представитель чехословаков поблагодарил за приветствие. «Мы сами революционеры», — сказал он, — «сами боремся за свободу. И все наши симпатии лежат на стороне наших русских братьев. Стройте же крепкое здание свободы. Забудьте все партийные разногласия и неурядицы». 11 июня газета «Вечерняя заря» опубликовала на своих страницах статью политического комиссара чешско-словацкого отряда в Самаре озаглавленную «Почему воюют чехословаки». Статья начиналась с разоблачения самых невероятных слухов, которые, по словам ее автора, распространяются о чехословаках. Нас называют контрреволюционерами. Говорится, что чехословаки одурачены контрреволюционными офицерами, контрреволюционными заговорщиками и иностранными агентами. Но все это – полная нелепая ложь. Чехословаки – народ демократический и революционный. Он имеет свою историю, свои стремления и идеалы, свой жизненный и политический опыт и свою самостоятельную революционную тактику. Никто из сознательных чехословаков не говорит с самого начала мировой войны о партийной борьбе. Все только говорят о борьбе с общим нашим врагом, о борьбе с австро-германским империализмом и милитаризмом. Русским рабочим и крестьянам незачем воевать против чехословаков, которые им не угрожают. Но чехословаки не станут рабами безумной кучки людей нынешней советской власти. Еще не смолк малиновый звон в честь освободителей Самары от большевистского Ига. И самарцы еще с восторгом рассматривали воинов во френчах с блестящими пуговицами и нашитым на левом рукаве отличительным щитком. А город уже узнал имя своего нового коменданта Рябинды. И не просто узнал, а проникся к нему почтительным уважением пополам с леденящим ужасом. Комендатура чехословаков разместилась вот в этом прекрасном особняке Купчихи-Курлиной на углу Алексеевской и Саратовской улиц. И это здесь, 8 июня, начальник батальона и комендант города Рябинда подписал указ о том, что город отныне находится на осадном положении. Запрещалось выходить из дома после 9 часов вечера, собираться большими группами и приказывалось сдать в комендатуру все имеющееся на руках у населения оружие. Виновные в нарушении этих предписаний, обещал комендант, будут передаваться военному суду, который располагает правом смертной казни. Грабители и разбойники будут расстреляны немедленно. А через несколько дней, 11 июня, газеты опубликовали следующее сообщение за той же самой грозной подписью. Ввиду того, что в городе появились лица, прикрывающиеся бело-красной ленточкой, отличающей чешско-словацкого добровольца, объявляю, что таковые лица будут задерживаться и за всякое хулиганство расстреливаться. Все аресты и обыски могут производиться только по мандату с моей подписью и приложением печати. В начале июля комендант города Ребенда выступил на заседании квартальных советов Самары, заявив, что на основании соглашения с комитетом членов учредительного собрания и согласия союзников Чехословакия остаются в России для борьбы с общим врагом чешской и русской демократии Германией. Следствием этого заявления стало и незамедлительно изданное им распоряжение, согласно которому все квартальные советы Самары должны вести строгий учет всем гражданским пленным германского и австрийского подданства, проживающим в их участках. Гражданским пленным был воспрещен выход и выезд из города его окрестностей. И потому квартальные советы не имели больше права выдавать им какие-нибудь разрешения на выход или выезд. Гражданские пленные должны были являться еженедельно в установленный день в свои квартальные советы для проверки. В случае побега гражданского пленного соответствующий квартальный совет был обязан срочно донести об этом. Бежавшие гражданские пленные будут наказываться со всей строгостью закона военного времени. В середине августа самарцы узнали имя еще одного героя-освободителя. В Самару прибыл представитель национального собрания доктор Власок. 13 августа он встретился с самарцами и заявил им об открытии здесь, в городе, представительства бюро Чехословацкой печати, разместившегося вот здесь, в особняке Суботина. Я назначен уполномоченным представителем национального совета при комитете членов учредительного собрания. Моя задача состоит в том, чтобы информировать комитет о происходящем там у нас в центре и напротив ставить в известность совет о том, что происходит в Самаре. Вы должны хорошо понимать, что на Россию и на Самару обращены теперь обзоры всего культурного мира. Весь мир зорко и напряженно следит за каждым шагом русских политических вождей. Один неправильный шаг, и все дело пропало. И русские вожди должны хорошо осознавать, что они ответственны не только перед своей судьбой, но и перед всем миром. Рухнут ли теперь все попытки к возрождению России? Если да, то Россия будет порабощена Германией, а вслед за ней и все мелкие народы, а потом и весь культурный мир. Спасайте революцию, которая находится теперь в критическом положении. Малиновый звон в честь освободителей чехословаков не стихал и позже, в июле-сентябре 1918 года. Хотя некоторые произошедшие в это время эпизоды заставили восторженных самарцев смотреть на происходящее другим, более трезвым взглядом. Так, 8 июля отряд чехословаков произвел обыск в кооперативной рабочей столовой, находящейся на улице Саратовской, 106. На вопрос заведующего столовой, почему распоряжению производится обыск, один из руководителей отряда, вынув револьвер, сказал, «Вот, почему распоряжению мы обыскиваем». И добавил, «Мы не русские, нам мандаты не нужны». У прислуги он спросил, «Вы почему у жидов служите?» Наконец, перед уходом руководитель сделал предостережение, что если когда-нибудь здесь будет найден хотя бы один подозрительный человек, то пощады не будет никому, и все находящиеся в это время столовые посетители будут немедленно расстреляны. Разумеется, эпизоды, подобные этому, сильно отрезвляли восторженных самарцев, в котором постепенно приходило понимание того, что их освободители – это прежде всего вооруженные люди, которые могут преследовать собственные цели, не совпадающие с целями тех, кто их чествовал. Но даже несмотря на эти эпизоды, самарцы были рады тем, кто избавил их от большевиков, представлявших гораздо более существенную угрозу их спокойствию и благополучию, и с удовольствием закрывали глаза на все, что мешало этой радости. 25 сентября 1918 года на заседании Самарской городской думы, размещавшись когда-то вот в этом здании на Дворянской, выступил городской голова Козлов, сообщивший о том, что совсем скоро, 28-го, чехи будут праздновать свой национальный праздник. Празднуют они его, где бы ни оказались. Судьба распорядилась так, что в этом году некоторые из них встретят этот праздник в Самаре. «Нет надобности распространяться о том, сказал городской голова, что и сколько сделали Чехословакии для возрождения России». В связи с этим городская управа полагает, что город не может остаться в стороне от этого праздника и предлагает Думе принять следующее. Первое. В субботу, 28 сентября, не производить занятий в торгово-промышленных, общественных учреждениях и в учебных заведениях. Второе. Попросить всех преподавателей накануне провести беседы с детьми о значении этого праздника. Было предложено также избрать от Думы комиссию для принесения поздравлений представителю чешского правительства. Объявить подписку на саблю для генерал-майора Чечка. А одно из учебных заведений в Самаре назвать именем доктора Масарика. Мы не знаем, успели ли самарцы собрать деньги на покупку сабли или шпаги для генерал-майора Чечка. Но точно известно, что воспользоваться ею он не успел бы ни при каком раскладе. Уже неделю спустя чехословаки покинули город, совсем недавно встречавший их малиновым звоном колоколов и букетами сирени. В клятве руку подняли все твои сыны. Умереть за родину всех, кто без страны. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова